снова здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас продолжается 28 апреля и о втором сегодняшнем материале я хочу с вами поговорить о том можно сказать планетарном изломе который уже на исходе второго месяца ситуации но событий на украине уже очевиден а излом этот называется раскол мира на части то есть тот глобальный мир который жил в целом до имеет свои противоречия тем не менее он жил в целом как единый хозяйственный механизм вот сегодня все это распадается на части причем чем дальше тем больше очевидно становится тот факт что распадается он уже на очень как минимум долго то есть примерно так же как все это происходило во времена холодной войны причем данном случае он может распадаться даже не на 2 а на несколько частей ну однозначно например российский кластер и условно назовем его атлантический кластер теперь уже будут жить автономной жизни причем особенно хорошо это все было видно на примере вот последних событий связанных с оплатой за российский газ там например европейские страны должны были платить вот уже в апреле по новой схеме по сути за рубли многие страны уже отказались это сделать кто-то согласился но пытался найти уловки то есть и прибегая к разным улоком чтобы обойти вот эту схему которая для запада на самом деле является унизительной причем вопрос как мы понимаем здесь совершенно не в деньгах не деньги для россии сейчас важны а важно продавить прогнуть европу под свои условия и показать остальному миру что это не россия слабо и плохо подготовилась событиям а это европа абсолютно не готова к тому что ее ожидает на самом деле уже в ближайшую осень зиму а зима для них будет очень и очень трудной и об этом я хочу сразу сказать население европейского союза дело в том что связи с разрывом вот этих связей а уже похоже что они сейчас будут разрываться у вас будет не только проблема с отоплением вас вообще будет проблема с изменением всего вашего уклада вы не только будете жить холодных помещениях у вас на самом деле уже на сегодняшний день полностью свернута вот это зеленая повестка дня никто уже не говорит о зеленой энергетики обратите внимание наоборот речь пошла о том что нужно обратно возвращаться в шахты добывать уголь и вообще реанимировать угольные электростанции потому что иначе экономика европейского союза дальше жить не может и это только самое начало а потом начнется другой излом психологически потому что европейцы привыкли жить в комфорте а комфорте жить уже не получится потому что их страны решили пойти в жесткую контрактацию с российской федерации исключая ее с разных международных организаций до россия сама с некоторых организаций уходит но сегодня же поставим вопрос о том что надо постепенно исключать россию в том числе и из ооо таким образом европейцы и американцы пытаются сформировать вот так называемую огромную антироссийскую коалицию правда удается им это очень и очень плохо и наглядным примером является последнее событие на базе рамштайн где было собрано всего лишь кому 42 если не ошибаюсь государству традиционно европейские партнеры сша плюс партнеры по азиатскому региону никаких принципиально новых партнеров там они собрать не смогли и таким образом лишний раз они подтвердили что их кластер мировой который готов на жесткую конфронтацию с остальным миром это вот грубо говоря европа сша канада япония там ну возможно южная корея австралия безусловно новая зеландия еще там несколько стран весь остальной мир не готов в данном случае изолировать россию ну а перспективе естественно не готов изолировать китай потому что основная схватка будет не между сша и россии основная схватка будет между сша и китаем а то что сейчас происходит в украине и возможно будет происходить на территории других постсоветских республиках это всего лишь прелюдия главной схватки которая подчеркиваю еще не началась но по итогу этой схватки мир однозначно будет разделен на несколько кластеров которые будут жить автономно не только в ментальном своем автономном пространстве но и в относительно экономически замкнутым на себя экономическом пространстве тут будет создана территории планеты несколько условных социально-экономических авторки которые будут естественно между собой взаимосвязаны но не так сильно как это было до 24 февраля 2022 года и то что сегодня например европейские страны грозят российской федерации какими-то международными судами какими-то международными не знаю последствиями потому что они хотят исполнять определенные контракты на самом деле эти люди которые вот это все говорят они то ли от своей тупости то ли от своей хитрости не хотят признать простой факт уже никакие международные суды ни на кого действовать не будут международные суды остались в том старом мире который отмирает в новом мире все эти структуры уже не работают и надо быть очень наивным человеком надеюсь на то что какой-нибудь суд в стокгольме присудит что-то против российской федерации да конечно присудит и будет послан на три веселые буквы это реалии того нового мира который уже образуется причем его отчетливо видно по итогу двух месяцев проведения специальной военной операции на территории украины понятно что украина здесь всего лишь повод на самом деле как я сказал самом начале речь идет о переустройстве всей мировой системе которая безусловно однозначно ударит по всем по тем кто не подготовился к этому она ударит сильнее по тем кто подготовился слабее и вот по результату где-то через годик-два мы кстати можем уже окончательно и сделать вывод кто был готов к этой борьбе а кто нет в любом случае я желаю всем жителям нашей планеты спокойно нормально это все пережить и уйти в новый мир который я абсолютно уверен после нашей победы будет намного лучше чем тот мир который канул в лету 24 февраля 2022 года да безусловно еще некоторые его пережитки будут видны много лет тем не менее вот эта краеугольная дата которая однозначно будет зафиксирована историей и который будет изучать наши дети внуки и надеюсь правнуки вот это то что я хотел сказать в данном материале на этом пока все следующий материал планируется вечерняя военная сводка до свидания